ну что ж всем привет вы на канале ford мак и вот так вот неожиданно мы начинаем проходить человека паука 2 на пк честно говоря я реально хотел что-нибудь пройти такое знаете быстренькое не на пляжное что-то такое даже ностальгическое и раз и подвернулась под руку вот эта вот игрушка которая была одна из первых игрой на пк которая в действии обожала сейчас я ее немножечко как бы искать помягче недолюбливую хотя на самом деле игра не такая уж то и плохая я считаю что многие ее ну слишком уж засрали хотя да я могу понять ибо серьезная версия для консоли это просто секс ладно что я переборщу давайте просто начнем уехали thank you for coming ladies and gentlemen you are all about to witness the dawning of a new age the power of a son is now ours а а и это а а трудно Nothing to be alarmed about! What?! Get out of here, you maniac! Rosie! No! Hello, man! You are in shape, 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 you are in shape. Now we'll be able to get the idea of the universe, to make sure you don't lose the skills of the disease. Be very happy. Now we'll see how you're walking on a poutine. You see a poutine in the air? You can get to go and get to go and get to go. Just put your cursor on your cursor and push the left button to get to go. Спасибо, Блюз Кэмпбелл, Великий Могучий Эш Уильямс. Господи, как же я обожаю зловещих мертвецов. Так, ладно. Черт, как же непривычно вернуться в этот довольно простенький, но при этом довольно забавный мир. И да, как видите, у меня другой костюмчик. Я решил ради прикола поставить такой вот мод. Господи боже, моды! Да в играх, что за кощунство?! Но если серьезно, то мне реально хотелось как-нибудь обновить немножечко для себя эту игру. То есть единственное, что я поставил, это вот эту вот модификацию на костюмчик из первого Человека-паука Сэма Рэйми. И, честно говоря, не знаю почему, но мне этот логотип куда больше нравится. Ох, блин, как же непривычно осознавать, что почти все, что я буду делать на двух кнопках. Буквально на двух сраных кнопках. Но в этом простота такой игры. Проще простого. Теперь цепляйся за снег. А куда еще проще? Серьезно. Это, я не знаю. Я, в принципе, при желании эту игру можно пройти где-то, наверное, за полтора-два часа. Что даже можно не напрягаться вообще. Даже, наверное, без смерти можно легко ее пройти. Не обещая, что я пройду без смерти, но... Классно получилось, правда? Думаешь, я говорю так каждому, кто купил эту игру? Едем дальше. Так держать? Конечно, ты говоришь так каждому, кто купил эту игру. Прекрасно. Не обманывайся, плюс Кэмпбелл нулей. Актер озвучки, который занимался озвучкой этой игры в начале нулевых. Какой полет! Ох, какой полет, да. Выглядит так, будто я в детстве снова решил покататься на Тарзанке. И это кончилось очень паршиво. Видишь эту стрелку над головой? На стрелку еще похоже. Да, да, стрелку. Да, вот эту, сверху. Так вот, она показывает. Давай, раскатывай. Эх, ладненько, заткнем его на время, блага. Я, конечно, понимаю, что это игра для детей, но... Игроки не настолько тупые. Ладно, Тарзан, пора спускаться. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы спрыгнуть. Да, пауки ведь ползают по стенам, да? Так давай ползать. Правая кнопка мыши, чтобы запрыгнуть на стену. Стрелки, чтобы ползти. Доберись до контрольной точки. Это такая штуковина странной формы, не проглядишь. И не волнуйся, я с тобой. Да я и не волнуюсь, Брюс Кэмпбелл. Господи, надо перестать его называть по имени. Благо, это явно его озвучил какой-то другой актер. Нафиг знает. Лепота. Блин, как же непривычно. Чёрт, всё-таки, ребят, нет. Я рано или поздно пройду версию для PlayStation 2. Если, конечно, смогу нормально запустить симулятор, ну. Благо, она выходила ещё на геймкьюбе. Но, как минимум, блин, надо купить себе карту захвата и попробовать её пройти на свой оригинальный PlayStation. Не волнуйся, детка, скоро тебя воскрешу. Такс. Ну-ка. Ух ты ж, какая детализация. А, всё, они исчезли. Это было неплохо. Прекрасно. Теперь займёмся подтягиванием к стенам. Наведи курсор на тот плакат и подтянись через дорогу к контрольной точке. Это совсем не сложно. Давай, удиви меня. Удивить тебя? Вот, пожалуйста. Твоя мамочка может тобой гордиться. Теперь давай попробуем... Моя мама мертва, сука. Бесчувственный кусок дерьма. Я и так только дядю потерял... А ладно, всё, к чёрту. Не буду обратить внимание на этого блюда, который спокойно резал кучу зомби. Подтянись к той контрольной точке в опасной зоне. Приключения ждут. Ну, в каком-то смысле. Почему я вспомнил фильм «Лучший стрелок» с Том Крузом? Да, высоковато. Хотя, как же тяжело осознавать, что мы сейчас могли летать просто на великолепнейших, огромнейших расстояниях по большому Нью-Йорку, но... Эх, к сожалению, эту игру сделали за два доширака где-то, наверное, за пару вечеров. Просто потому что было лень портировать версию для консолей. Ну, ладно. Имеем, что имеем. Не забывай о своём паучьем чутье. Это твоя собственная охранная система. Когда она сработает, быстрее жми правую кнопку мыши, чтобы увернуться. Иначе потом придётся нажимать другую. Прыгай! Не лезь, блядь, дебил, сука, еб... Блядь! Женица! Проще простого. Ну, довольно просто. Чтобы атаковать, подойди поближе и щелкни левой кнопкой мыши. Бабах! Так, а вот и гости. Давай, задай им жару. Это будет круто и весело. Ну-ка, побегаем. А, всё, устал. Ну ладно. Не заставляй... Если хочешь ударить любой прыжке, просто щелкни правой кнопкой вблизи от противника. Так можно познакомить его нос с твоим ботинтом. Не плохо и неплохо, паучок. Ты уже умеешь раскачиваться, подтягиваться, ползти по стене и драться. Эй, отпустите меня! На все руки. Дальше по программе. Пою, что ещё. Так, пожалуй, лучше прийти на помощь. О, наконец-то, вот и голос паучка. Буквально за пару ударов. Даже не напрягаясь. И что теперь? А, мы должны пойти к этому непонятному фургону, на котором находится какая-то... Какая-то непонятная научная хрень. Иван? Анек Бум! Боже, не надо потрогаться. Эээ... Мне кажется, я всё понимаю, ну нахрена такая арка маленькая? Ладно, это... Это Нью-Йорк, по мнению гейм-дизайнеров, за две копейки. Зачем я вообще придираюсь? Мне нужно отдать должное. Отражение от стекол у них получились просто шикарными. Как я отчаянно пытаюсь найти что-то хорошее в этой игре. Хотя... Нет, она... Она реально хороша. Просто очень простая. Просто очень-очень простая. Не ожидал такой скорости от фургона. Интересно, какой у него двигатель? Эээ... Двигатель скриптов разработчиков, как минимум. Я не понимаю, почему он вообще стоял и ждал нас? Очень вежливые какие-то храбители, на самом деле. Ждут ещё супергероя. Что это за... Не по джентльменскому кодексу, а? Вот мы и приехали, ребята. Городская тюрьма. На помощь! Слезоточивый газ в башне номер один! Высылайте подкрепление! У нас бунт! Ух... Какие голоса, Дмитрий Филимонов! Как же я скучал по тебе, на самом деле. Нет, ты задолбал. Ты вообще почти в каждом продукте начала нулевых. Я, конечно, люблю этого актёра, но, чёрт подери, как же навязчиво его пихают разные, блин, студии озвучки. Особенно вспоминая то, как он любит изменять, якобы изменить свои голоса, думая, что никто его не узнает. На самом деле нет. Все вас узнают, Дмитрий. Абсолютно все. Их, сладенькая. Так, взят у нас ещё вот. Ну, конечно же, типичные грабители в такой вот полосатой форме. Для пущей банальности ещё не хватало таких огромных вывесок с надписью Да, я грабитель, можешь меня арестовывать. Я иду на помощь! Иди сюда, давай! Не даёшь, парень! Не даёшь, парень! Нихера себе! Это что за фургон такой? Блин, что это за технологии? Нет ли фургон стоял возле моего дома и отключил мне электричество на целый день? Блин. Если да, то я хочу найти его. Так, ладно, с этим разобрались с этим. Чё это у них за пушки такие лазерные, блин? Такое чувство, будто они их купили в магазине Акма, где закупается Бакс Банни и Доффи Дак. Реально странно, ведь в Spider-Man The Movie у всех были нормальные пистолеты с обычными пулями. Здесь какие-то лазерные, мультяшные игрушечные пистолетики. Хрен знает. Отлично, ещё бандиты. Гнездо у них тут что ли? Ээээ... Паук, это тюрьма, им там самое место. Серьёзно, после своих шуточек ты становишься всё тупее и тупее. О, какие медленные снаряды. Ну-ка. Вуаля. Ауч. Похоже, у нас проблемы. Угу. Физо, мальчик, он тучок, мальчик! Мальчик, это тупый мальчик! Хо-хо-хо-хо. Вот и наш Носорожечка, который выбрался из Ли. Ладно, я даже не буду спрашивать, как он нам туда выбрался. так у алекса какой нахер алекса хим это же алексей сэнч я бы from маза раша ладно буду придираться благо игру делали явно быстро и информацию явно писали очень быстро наспех нихера себе локальное землетрясение я конечно все понимаю но что-то подпрыгиваем совсем не сложно тяжа тошнит что ли куда собрался это чё за бандуру построили да паук реально на поторопиться но усы откуда у полиции финансировали на такие мощные технологии они что храбили зону 51 серьезно это чё-то слишком странная у продакт бэйсмэнт прекрасно прекрасно я лечу носорожка а ну естественно самая простая самая стандартная схема борьбы с этим злодым стоим прыгаем он врезается бьем по морде прошу все просто как два пальца об асфальт да ладно ладно все свои все русские давай попробуй я здесь давай-давай здесь да ладно он задел меня все ну почему мы не можем жить дружно откуда узнал что там был осьминог я не зайдете суперспособность но кому путь способности ультразвение супермена не входит о что у нас заправочная остановка токсика очень ироничная так сломали мы все-таки это пожарные гидранты которые здесь работу как клоунские водяные пистолеты это слишком странно так что у нас окей теперь мы получили новые суперспособности которые вообще не имеет отношения к человеку пауку и по моему на нью-йорк обрушилась ядерная угроза чё это блять за луч такой какого херу он похож на тот луч от которого убегал пирс бросном 07 ладно зачем я задаю вопрос этой игре если серьезно то это реально очень-очень странно выглядит сама игра будет пипец какой-то наркоманский трип может это не знаю наркоманский сон человека паука после того как малиджин его отшила и опа смотрите кто тут нарисовался вот и все так тут нас повсюду кита мини-игры и до сих пор играет довольно грозная музыка я вообще не хочу он тут играет ладника ребят давайте на этом месте остановимся бога за эту серию мы успели уже и отмудохать носорога черт поди так знаете максимально просто наивно но так ностальгично и по-другому написать не знаю ребят просто именно ностальги заставляют меня возвращаться к этой игре и снова угорать с нее ну а на этом думаю все всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всем удачи и всем пока